Знакомьтесь, зритель. Да, кстати, привет, зритель. Знакомься, зритель. Это у нас Миса. Миса Тян. Алиса. Хому. Матильда. Нюся. Вообще, она пока даже на кискис особо не отзывается. Но когда она тут потеряла меня, а мне надо было ей показать коробочку, я звала ее Миса, 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 и она все-таки пришла. Один месяц и одна неделя. Пьет, как мне сказали хозяева, ряшинку. И немножко ест зиткий корм. У меня она попила молочка. Сейчас мы ей хотим сварить кашки, овсяночки. И она как бы приучена к лотку, но надо следить, потому что новое помышление. Да, это девочка. Кто читает мою терешку или типа того, был в курсе, что у меня, возможно, был бы Сиамис, но так получилось, что сегодня его забрал другой человек. Без прозу! Я сначала расстроилась, а потом решила поискать по объявлениям. Ну и вот одно было объявление не очень удачное, совершенно не удачное, а второе оказалось и очень. Котенок за рубль. Ну, мне как бы всегда неудобно, что если это совсем даром. Я сначала корму предложила, сказали, что корма не надо, вам пригодится. Такое еще главное. Сейчас пока японским занималась по приложению, все 15 минут, сидела, но мне мурлыкало и местами меня лизало. О, нашла первую шкурку обезьянки, моей первой из оконей. Глазки. Покажи нам глазки. Мне сказали, что глазки как у Тиши, но подруга сказала, что у котят глазки цветом меняются потом, что у нее у одной кошки одного цвета были, а потом другого стали. Да, я ее по ошибке уже второй раз называю Тиша, когда домой заходили, ну, что Тишка, блин, это же не Тишка. Это у нас хому. Изначально я хотела назвать ту сиамскую хому, но вот я не знаю вообще, как ее это назвать. А миса Тиан у меня ассоциируется с супом миса. И мысля пришла, когда я смотрела на объявление. Пия вода, не надо грызть, не надо грызть проводил. Такое мелкое. Вот здесь твой новый домик. Я потом тебе еще грелочку сделаю. Ну, я их как бы постирала, и, в общем, они стали мне узки. Поэтому я решила сначала, что и Мятишка будет играть, но теперь вот... Да, у меня тут вещи. Потом еще я сделала обзор того, что я беру деревню. Нет, жить я пока туда не еду, я просто завтра поедем. как бы на полдня, на субботник, там всякие дела, но им есть шанс захватить вещи. Короче, пока, зритель!